Портреты, натюрморты, пейзажи, легкие наброски карандашами и яркие мазки красками. Все это картины юных художников микрорайона Мостовая. В отеле Imperial Club Deluxe подвели итоги конкурса начинающих живописцев. Я в школе художественной работаю уже больше 15 лет. За это время накопилось большое количество картин и я предложила провести выставку наших работ, работ детей мостовских. У нас очень много талантливых детей, прямо-таки наследственные, целые династии художников имеются на мостовой. И я предложила провести выставку в клубе мостовском. Выставка в клубе стала первым этапом конкурса. Створчество детей понравилась председателю ТОС «Мостовая Слобода» Владимиру Сидорову. Вместе с депутатом городской думы Алексеем Роговым они решили, что талантливых детей должны оценивать профессионалы. И организовали настоящий творческий праздник для старательных живописцев. В дальнейшем, я думаю, что этот конкурс будет продолжаться еще дальней, будет на масштабном. Мы планируем, что у нас будут как раз наши таланты здесь проснуться. И будут наши художники ТОС «Мостовая Слобода» еще, может, на региональный уровень, может, на федеральный, может, и на международный. Для 15-летней Алсу – это уже не первая выставка. Юная художница начала рисовать с самого раннего детства. Но дело не бросила. Раскрыть талант девушки помог ее папа. Ну, меня к этому подтолкнул мой папа. То есть, он сказал, что нужно тоже стремиться, нужно пытаться что-то делать новое. Вот, и поэтому сначала у меня тоже ничего, естественно, не получалось, потом стало как-то получаться. Воодушевленные зрители с интересом рассматривали картины юных художников. Малышки из вокального коллектива перед выступлением тоже не удержались и восторженно обсуждали работы на стенде. Лучших выбирали долго. Среди изобилия работ определить пятерку сильнейших – задачи не из легких. Победительницей конкурса стала Екатерина Шувалова. Девочка занимается в художественной школе не так давно, но уже успела проявить себя. О своей картине она рассказала корреспондентам ТВ. Там нарисована кошка и собака. Называются, наверное, друзья, потому что обычно собаки с кошками не дружат. На моей картине они добрые, дружелюбные, радостные. Без подарков и внимания в этот день никто не остался. Организаторы уверены, такие мероприятия дают огромный толчок в развитии детского творчества. Кристина Жакот, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.